всем привет привет глебасик вот наконец-то мы с вами чуть-чуть хоть поговорим вот как-то завязалась вот с этим вязанием и знаете вот каждую минуту стараешься что-то связать что-то вот помимо этого ведь еще идут я просто это вот вы знаете все равно никто не отменял не работу по кухне до что-то приготовить кушать надо что-то там что-то там вот но плюс еще вы наверное видели в коротких видео я опубликовала какую шаль дочь и связала и вот настолько и увлеклась да что я эту шальку связала очень вот одни за 10 но для меня это рекорд прямо рекорд вот чтобы дней за 10 связать это вообще а вот а сейчас вот начала сегодня опять же в коротком видео показывала это сегодня сачкую ой как сачкую всего вот сколько каждый день с утречка встану и вот так отмечу сегодня вот сколько связала а начала вчера за вчера вот сколько связала и вот это шар вот это шар для дочи для моей ой как он смотрится красиво вот прям вот прям прям вот такой вот шарфик вот он широкий и нужно его сделать знаете в эту длину метра два чтобы он вот как обычно сейчас молодежь вот так вот так что идет вот так вот это зато дочи моей будет тепло вот но и вот ну вот реально красивый рисунок такой вот вот вы знаете вот увидела этот рисунок вот влюбилась вот реально влюбилась я в него и сейчас вижу 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 каждую свободную минуту сегодня утром встала вчера еще задумала думаю ой пирог мясной надо вот прошлый раз делала мясной пирог и как-то все не наелись ну ладно время какое-то проходит и я вчера думаю сама думаю сделаю только если прошлый раз он мне из курочки было сегодня из говядины вот говядина там значит это картошечка в общем у меня на большой лист вот лист реально большой сейчас покажу лист вот у меня ой на всю духовочку вот и вот на на весь лист у меня вот этот вот пирог с дочью упражнялись в обед вообще кошмар ага вот так вот мы сегодня в обед диету держали да знаете иногда не выдержишь честно вот вот настолько это запах на весь дом запах во первых во вторых это вкуснятие на вот нереальная вкуснятина ну и вот утром сегодня встала пока еще все спали я думаю сейчас тесто сделаю все быстренько и он у меня в принципе так быстро получился мне очень к обеду смотрю очень долго в духовке сидел я всегда стараюсь как-то подольше мне очень нравится чтобы вот именно вот эта картошка среди там кусочков мяса чтобы картошка вот аж вся расползлась вот нравится мне вот так и вот там у меня было вот на весь лист у меня где-то было пол килограмма говядины не вот пять картошинок средних вот и одна огромная такая луковица вот и плюс еще говяжий жир был порезан вот помимо мяса вот и вот это все мелким мелким кубиком и тесто тесто значит у меня на вот этот лист тесто у меня ушло что там значит было 250 грамм кефира вот я в этот кефир значит два яйца пол чайной ложечки соли пол чайной ложечки сахару пол чайной ложечки соды вот это все перри значит все не взбивала ничего просто до однородной массы переболтала как говорится да вот и плюс туда растая растопила 100 грамм сливочного масла маргарином я уже знаете не пользуюсь сто лет потому что маргарин это вот по начитаешься про него что вот это очень-то отрава да и уже не хочется его употреблять не выпечку никуда вот и вот туда 100 грамм масла и муку муку я не взвешиваю муку я просто так на глазок на глазок по чуть-чуть добавляю прям реально по чуть-чуть вот в эту болтушку туда по чуть-чуть по чуть-чуть но тесто очень мягкое вы понимаете тесто надо заводить не это вот не чтобы такой вот она мягкое мягкое даже но ну немножко вроде как даже как липнет да ну вот такое вот лучше когда его там разделываешь лучше подсыпать мукой ну вот вот это тесто я значит на 3 это взглядом то на три части одну треть я убираю это верхушка будет а это то должно быть корыться с этими с бортиками вот и все вот это тесто в принципе можно использовать сразу ну пусть полежит там и я собственно сделала все это как раз дочь проснулась и мы сели пока чай попили позавтракали и как раз тесто у меня отлежалась и все я его быстренько запечатал и в духовочку и в духовочке она у меня честно вам скажу вообще по всем правилам до 45 минут и готова ну не верю вот в этих 45 минут вот я обычно держу час больше часа вот так вот это мое это вот как делаю я пусть я не права пусть я не правильно делаю но я делаю так потом я значит все это залепила смазала яичным желтком и в духовочку и от духовочки где-то у меня пирог просидел на 160 градусов духовка разогрета была и он у меня там просидел где-то знаете минут 50 и потом еще минут 30 я уже 180 сделала он подрумянился это не пирог это сказка это реально сказка очень-очень вкусно а вчера с вечера вот олечка у меня это я хочу меренговый рулет я хочу ну ладно я вчера уже вечером прям поздно я вчера саша баню топил я раньше всех помылась днем а вечером уже они значит оля пошла оля по черному париться там вот и пока она значит в банке была я этот рулетик то выпекла меренговый вот ну и почему вечером поздно уже сделала потому что вчера среда саши нельзя он пост держит на чё чё тоже дразнить он тоже любит этот меренговый рулет и зачем дразнить человека ну и думаю я на ночь сделаю завтра ему уже можно вот и вот я вчера с вечера значит уже попозже вечером я сделал этот рулетик мне сегодня они урчали короче говоря вот рулетик то этот прикончили простите вот я сейчас даже сплю плохо в смысле сплю то я хорошо но я вечером мне сегодня вчера вчера утром саша стучит смотрит у меня свет горит стучит мам можно я заходи я уже давным-давно одетая заходи мама чего не спите вам неплохо мне хорошо я бы просто это вот как-то увлеклась вязанием и вот мне даже не спится мне хочется резать вот и он говорит я вчера смотрю вот так поздно спать легли да я во втором часе уже легла а тут я рано утром стою для того чтобы там и кашку сварить вот это все и сварю кашку и быстренько пока все спят я раз опять вязать я смотрю вот так поздно легли так рано встали сегодня доживешь до моего возраста и ты будешь поздно ложиться и рано вставать а так в принципе спала нормально ну и вот и вот увлеклась вязанием увлеклась увлеклась и вот теперь мне очень хочется здесь вот 50 я связала уже 50 50 этих 52 или 53 мерила сантиметра вот но ты я вязала вчера и вот сегодня но сегодня у меня я же говорю очень маленькая это вот всего какая ну я еще вечером до до ночи сколько повяжу думаю усилю удвою вот этот результат ну и вот так вот короче говоря надо связать вот теперь я даже не буду вот знаете фантазировать что прямо а вот я за два дня свяжу нет за два дня не свяжу могут быть всякие обстоятельства и всякие ситуации где-то кушать готовить побольше на 2 где-то что-то выпечь надо вот так вот где-то куда-то съездить надо ну и вот как-то так вот а ну думаю за недельку я осилю будет у доченьки шарф вот этот вот эта шаль очень красивая вот настолько знаете вот прям действительно невозможно мимо пройти вот прям взгляд вот падает на эту шаль все но она вот у меня ощущение что пряжа она какая-то знаете ну вот короче не такая теплая зимой в ней не так тепло будет а вот в этом шарфике так тепленькая будет так мягенько так тепленько прям хорошо цвет она сама выбрала мы с ней вместе пошли говорю вот она искать из какой пряжи выбирать я говорю вот из этой примерно вот она вот это подходит пряжа вот из нее выбираю она мне вот этот цвет нравится ну хорошо какой тебе нравится такое нравится он как будто вижу очки дело как будто для вязания хотела честно говоря и поболтать с вами и повязать и сильное дело а вот эти на повседневку вот ну и вот так вот я сейчас пореже стала пореже стала немножко это общаться так вот короткие видео выкидываю до опубликовываю а вот по длинному не общаюсь потому что вот как-то нужно все думаю надо повязать надо повязать глеб очки связала тапочки олечки связала тапочки вот не поверите за вот этих вот 10 дней я столько перевязала вообще либо сик глеба сик принеси мне свои тапочки оле связала а потом думаю глебу точно надо потому что вот он когда только просыпается и побежал босиком в туалет все босиком а тут он в эти тапочки прям прыг и все и очень хорошо давай 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 вот такие вот тапочки они прямо знаете вот как настоящие тапочки о черевички какие и вот у олечки точь в точь такие же так вот один в один единственное у глеб очки на 4 петельки меньше олечки на такое количество петель а у глеб очки на 4 петель очки меньше и вот они подошва без шва без ничего они очень такие удобненькие и мягенькие тепленькие я ему глибочка тебе нравится бабушка очень удобные тапочки да вот в прошлом году я вязал эти тапочки мы были не очень удобные они с него спадали все в этом году вот я нашла тапочки которые это пряжа другая это не это пряжа это я позапрошлом году покупала эту пряжу она такая вот это она тоненькая она такая вот знаете однородная вся а вот это нет это более грубая более толстая пряжа и такая она где может быть потолще где может быть потоньше ну то есть вот такая я сейчас вот определила ее на что думаю как раз вот я из нее буду вязать тапочки у нее еще много вот из нее я вязала себе вот этот серо-белый этот жилет вот 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 из этой пряжи вот она мне есть серая синяя белая вот таких вот я разную пряжу набирала ну то есть вот так вот такой тапочек ну прямо реальной но он вот как прям как тапочек вот получается прямо классно ну вот такие и оли тюля-в-тюля такие же тапочки ну и детки довольны вот связала двое тапочек вот связала шаль вот вижу шарф вот и оле говорю вот сейчас шарф свяжу а вот потом я начну у нее вот прям навязчивая идея она страшно хочет кардиган в пол ну в общем это не кардигана как пальто в пол но легкое летнее вот такое вот чтобы маме чтобы я одела топик чтобы я одела джинсы и сверху я накинула весь-весь-весь белый дырявый весь такой вот короче очень такой вот короче крупные ажурный рисунок но чтобы крупные прям дырочки большие были вот а вот этот шарф я во первых два дня и образцы вязала я и такой образец я и такой я и такой прям вижу 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 такой образец свяжу ниточку это опять набираю и опять и она у меня на одной ниточке много-много вот этих образцов и вот она смотрит мне понравился вот этот образец она мне я вот знаешь а мне вот этот очень нравится саша мне вот этот и вот вы понимаете вот правда на вкус на цвет товарища нет. Три образца показала, и каждому нравится свой. Вот, а потом я как-то вот спать легли, разошлись по комнатам, и я опять ищу, ищу, ищу вот эти образцы, да. И вот я как увидела именно вот этот рисунок, думаю, все, все-все-все, разговора нет. Я ничего не знаю, и я буду вязать именно вот этот рисунок. Нравится, не нравится носи, моя красавица. И вот этот вот рисунок я и начала вязать. Вот. И она, когда вот это увидела, я, мам, покажи, я ей как показала образец. Она, мам, я хочу такой. Я больше никакой не хочу, я хочу именно такой. Я тебе говорю, что красота неописуемая. Ну и вот так вот, короче говоря. Вот, вот почему не ухожу. Пластаюсь, пластаюсь. Пеку, вижу, вот прям вся в делах и вся в заботах. Вот нормально. Ну вот, как-то так. Вот. И все, больше ничего такого нет. Каникулы. Ой, слава Богу, каникулы. Ну, знаете, начались вроде, когда на той неделе начались каникулы. Пятницу отучился. Ой, пришел домой, такой счастливый. Ой, Глебка, поздравляем каникулы. Слава Богу, каникулы. Слушайте, глазом не моргнули, завтра уже пятница. Ё-моё. А через, считай, пятницу, субботу, воскресенье, через три дня-то в школу опять. Ёлки-палки. А я не знаю, кому как, а мне учеба тяжело дается. Наверное, не в моем возрасте уже учиться. Вот. Я всегда переживаю за Глебку. Вот. Он как-то, ну, он старается. У него очень нагрузка, очень большие нагрузки у него, потому что учеба плюс одна развивайка, вторая. Вот скоро третья подключится. Это не по нашей вине. Значит, третья у него прекратилась. Но, собственно, вот он за вот этим педагогом страдает. Он к ней с удовольствием ходит. Поэтому вот как-то так. Но, однако, четверть одна уже пройдена. Ну, вот и все. Погода сегодня никакая. Что-то такое сыпется непонятно. Что-то такое, знаете, дождь, не дождь. Не видно даже, что вот капает или что. А что-то такое сыпется. Вот выходишь на улицу, и вот на лицо что-то сыпется такое вот как остренькое. Опять же не видно, что сыпется. Ну, вот такая вот мерзкая погода. Вот. Ну, в доме тепло и уютно. Слава Богу. Вот. Ну, и вот. Я очень хочу, чтобы погода никогда не испортила вам настроение. Пусть у вас все будет хорошо. Пусть вы, пускай вы все всегда будете здоровы. Вот, правда, от всей души я вам желаю, чтобы вы были здоровы, чтобы у вас все было хорошо, чтобы все ваши родные и близкие и все были здоровы и веселы. В общем, чтобы у вас все-все-все было хорошо. Ну, вот и все. Давайте до завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok